Здравствуйте, вы на рубрике Дайджи, с вами Диор Ильхом Исхаков. И Всемирный банк опубликовал доклад, который анализирует социально-экономические вызовы для лиц с инвалидностью в Узбекистане. Согласно данным Всемирного банка, 13,5% населения в возрасте от 3 лет и старше имеют ту или иную форму инвалидности, а 3,5% — тяжелую форму. Исследования показывают, что 25% детей взрослых с инвалидностью не получают необходимые медицинские услуги. Эта категория граждан почти в три раза чаще не имеет доступа к лекарствам. А причиной всему трудности с оплатой и незнание, как получить эти самые медикаменты. Отсутствие необходимой инфраструктуры также негативно влияет на жизнь лиц с инвалидностью. Недавний анализ показал, что 85% зданий и объектов социальной инфраструктуры в Ташкенте не приспособлены для использования лиц с инвалидностью. И несмотря на то, что в столице проживает 70 тысяч граждан с инвалидностью, их на улице можно встретить крайне редко. Все это подтверждает вышесказанное. Какой же можно сделать вывод? Лица с инвалидностью либо боятся, либо просто не могут покинуть свои дома. Общественный транспорт столицы также не отвечает критериям удобства. Да что ж там говорить, даже здоровому человеку не всегда удобно и безопасно пользоваться общественным транспортом. Вспоминаем открытые вагоны метро, а также воспламенение автобусов столицы. Помимо всего прочего, Всемирный банк дал рекомендации властям. К примеру, развивать потенциал местных НПО, способствовать изменению норм и поведения в отношении данной категории граждан. Вести в действие принцип универсальной доступной среды. Активно развивать социальные службы по уходу за лицами с инвалидностью. Стимулировать практику широкого включения лиц с инвалидностью в системы образования и трудоустройства. Доклад на самом-то деле очень большой. И более подробно вы сможете ознакомиться с ним на нашем сайте. По данным Госкомстату, наша страна занимает 43-е место в мире по численности населения. По состоянию на 1 января 2022 года постоянное население в Узбекистане составило 35,2 миллиона человек. И увеличилось оно по сравнению с предыдущим годом на 712 400 человек, ну или же на 2,1%. Численность женщин в стране составила 17,527,100 человек. Рост составил 2%. Что касается мужчин, то их численность составила 17,744,200 человек. Рост 2,1%. А по данным Фонда ООН в области народонаселения в мире на 1 января прошлого года проживало 7,8 миллиарда человек. Министерство юстиции предлагает четко регламентировать законодательство о сфере противодействия негативному воздействию шума. По мнению министерства, одна из главных проблем это то, что отсутствует единое понятие ночного времени. Все это очень сильно мешает урегулировать вопрос. К примеру, в трудовом кодексе ночное время считается с 10 вечера до 6 утра, в административном с 11 вечера до 6 утра, а по санитарным нормам вечернее время считается с 11 вечера до 7 утра. Большой акцент министерство юстиции делает на шум от машин на дорогах. И как пример приводит Францию, где есть специальные радары, которые могут фиксировать уровень шума, а также анализировать, какая машина его издает и затем присылать штраф водителю. Отметим, что инициатива актуальная. Я и сам люблю звук атмосферного V10, но когда это чудо проезжает у тебя под окнами в ночное время, то уже не так весело. Кстати, помимо установки камер, можно и обязать нашего автопроизводителя ставить фильтр твердых частиц на машины. Это тоже поможет снизить шум от выхлопа. Вот вам пример, как звучат две одинаковые машины с фильтром и без. Кстати, по поводу машин. ГУБДД и МВД начинают обращать внимание на водителей, которые скрывают номера своих машин. Любителям припарковать свои машины в неположенном месте придется нелегко, а кому-то даже придется раскошелиться. Более подробно об этом рейде мы расскажем в наших следующих новостных эфирах. Ну что ж, на этом у меня все. Это был короткий дайджест. Всем спасибо за внимание. До свидания.